Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Сегодня я продолжаю вас знакомить с антикварным маркетом Блошинка на Новокузнецкой. И, как я и обещала, вы сегодня увидите прекрасные фарфоровые статуэтки, совершенно необыкновенные. Мы поднимемся с вами на второй уровень, на второй этаж и увидим все, что есть там. Замечательные вещи, красивые, со своей историей. Вот уже более пяти лет Блошинка, уютно расположившуюся в Замоскворечии, раз в месяц собирают любители антикариата и винтажных вещей, воссоздавая притягательную атмосферу европейского Блошиного рынка. Но гостей Блошинки привлекает еще и интересное общение, увлеченных стариной. Большое спасибо! Снимаю вам Кузнецовский сервиз. Карпор. Синий. Очень красивый. Тоже замечательная фруктовница. Кузнецовский сервиз. А сколько у вас такие солдатики стоят? Это восемь. Вот это только десять, а это двенадцать. А восемь а чьи они? А восемь это Италия. Израиль? Италия. А вообще вот я смотрю и вспоминаю, да, костюмы итальянские. Посмотрите, 1914 год, две с половиной тысячи. Какая прелесть. А что ты пузырёк? Вам что-то рассказать? Ой, если расскажете, я прямо с удовольствием. Вот эти чашки-печки у вас. Это Роял Альберт. Это английский костяной фарфорф. Называется Мануфактур Роял Альберт. Приставка Роял означает, что они поставщики Королевского двора. Это я знаю. Да, это серия розы старой Англии. Как это, присутствовали на сватке, Кейт Милтон. Такой сервиз, ну естественно в полном объёме, накрывает стол. Есть и у Елизаветы Второй, у Чарльза, Конституционная. А сколько пара стоит? Пара у нас сегодня стоит вечер, но сейчас уже, наверное, дешевле она стоит, чем у неё. Ну, примерно. Дело в том, что цена зависит от года. От года. Вот эта вот серия, вот эта вот, которую вы видите, она выпускала до 72-го года. Здесь вот 62-й стоит. То есть это сборная, это не с одного сервиза, а это мы собрали. Три пары. Вот такой вот. Спасибо. А вот эта тарелочка с фруктами, это? Это розенталь. Это розенталь довоенный, кобальт. Вы можете увидеть. Ну, цену я закрою, простите. А почему? Хотите. А, ну, хотите снимать? Нет, цена. Ну, цена, потому что разные. Понятно. Но вряд ли она будет дешевле. Больше может быть. Меньше вряд. Это тоже близкий. Люкал. Очень тонкий форфор, посмотрите. Выглядит как будто бы тяжёлая, да? Да, массивная. А на самом деле, вот, потрогать. А, у вас они короткие. А она достаточно лёгкая. Живопись, это ручная работа. Сначала живопись, потом глазурь. А сверху, видите, вот эти штрихи, да, русские. А сверху вот штрихи, видите, вот эти вот. Ой, как здорово. Это уже они специально сделаны. У дюкала есть, вот здесь вот тонировка идёт фруктов, да, рельефа. Есть просто белый рельеф, а есть цветной рельеф. То есть, это старые очень, корелочки. Английский форфор, спасибо вам огромное. Это игольница вот у меня была. Она 3 тысячи. 3 тысячи? Вот у нас была игольница, а это пудреница, да? Это пудреница, вот игольница. Вот у меня игольница. Ну вот у нас такая была игольница. Только поменьше. Ну можно игольница тоже пользоваться? Но она была поменьше, такая же норма. Да, это игольница, да-да-да. Это игольница, а вот хода здесь, я допустила. Да. Ну я не знаю, она была поменьше у нас, но ею так любила, а что-то мы её не ценили. Ну просто вообще, ручки такие изящные. Ой, куколки маленькие. Ой, это же, да, мы смотрите. А это пудреница. А это уже пудреница. А я вот не знала, что у них... Надо же, разные соревнования колокол. И вот ещё один этаж. Вот я там... 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 Четыречка, да. Вот я там... Уророзы, там, принятие. А уточка у вас хорошая. А сколько стоит у вас уточки? Вот это 4 тысячи. Приспотли, она цельная. Вот это 2,5 вековая. Тоже спасибо. Вот, но там разные, они так рады. И ещё рублей-менее. Вы коллекционируете, да, уточки? Мы коллекционируем, да. И у нас по проекту мы лишнее продаём. Да, да. Вот цветочек, знаете. Только он отдельно продаёт с фарфоровым, да? Да, да, он просто на стол ставится. И сколько он стоит? Да, тысяча сто. Ну, просто вот как декорация такая. Я поняла. Да, клин, мол, хорош, немецкая. Ну, девочки, сон, как раз. Светники-то, они там хорошо. Сумки-сумка ещё вот такая. Спасибо. Сумки-сумка ещё вот такая. Спасибо. Сумки-сумки. Ну, королевским считается? Ну, раз, да. Сумки-сумки. Сумки-сумки. И сколько вот средней фигурки? Ну, например, я не знаю. Вот эта вот красивая дама. у вас прям целый город все здесь есть и уже бабушка и соседи и мужчины вот это вот воин мужчины а это ученые наверно книжку читают профессор она так и называют забрали ну а вот это даже не пойму это по чеканке и военный сидит из этого госпиталя ветеран наверно они они все в красных этих да да и даже циркач и жокер а вот рядом ну вот просто это такой интересный город я бы хотела здесь жить просто сказка какая-то посмотрите а какие красивые дамы какие-то зубительных шляпу можем одна лучше другое какие потрясающие вещи а вы здесь всегда да если кто-то заинтересует это можно ученые даже за отчет и не будет и даже рыбак ой так не один рыбак вот еще один рыбак и еще один рыбак подождите их даже 4 почему 4 5 ой больше это вот с рыбой это курит он и пьют это с драком это 3 уже 3 здесь точно сетью это точно рыбак это тоже в рыбацком наряде желтым а это ботсма наверно со своим на отдыхе а вот за рулем слушайте вообще да это морская страна это что морская больше конечно рыбаков ну и дамы такие красивые да до мельчайших деталей мало а вот лицо посмотрите у них у каждого свое выражение выражение поэтому я говорю они живые а камзол посмотрите все листочки весь рисуночек шикарные вещи ой слушайте я даже не заметил что у него на колене это на лбу да как у меня тоже в животничке ничего не вижу у меня все время это муж наверно красивой дамы вот этой которая которая отдыхает дамы думаете если он с мамочкой живет вот такой а то да который о нем заботится цветочки сажают в форме кавалер со шпагой под плащом да дон диего какой нибудь да 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 ну у него наверное все дамы хотя у него взгляд какой-то суровый не очень уж он такой дамский угодник он настроен здесь воинский видит наш пабли да ха-ха-ха-ха что-то и не упрашивает да самое сейчас что ценное это винтажное все занимаются и флакончики тоже в Чехословакии хотели его закрыть и бланекс но не закрыли но говорят там совсем сейчас все другое но все равно винтаж-винтаж здесь а вот эти крупные нет а я думала что это просто другие деревья это вот правило да все правильно вот это у нас пропалка и так же у нас река а посмотри в гости да это я река подержи я динай не а вот шапочка не не просто потому что случилось нет просто случилось не бывает не не и мы едем все не а что пациент не не но недавно я получила первый раз от ютуба сумму за эти годы набралась приличная сумма и я решила использовать ее и купила вот такие серебряные ложки они небольшой невысокий стоили довольно таки дешево потому что они и поцарапанные и не очень очищенные и честно говоря небольшая есть разница в размерах вот совсем маленький и здесь вот чуть-чуть побольше но они не очень сильно отличаются но все таки видите но с таким же рисунком с таким же рисунком вот видите здесь 80 проба на самом деле до 1927 года в россии существует существовала так называемая золотниковая система проб измеряемые в золотниках если перевести ее в метрическую систему то например 84 проба она будет соответствовать 875 пробе а 80 830 кстати в россии как мы здесь видели на серебре ставили клеймо с изображением женской головы в кокошники цифрового знака пробы и буквы госинспекции и если в начале лицо женщины было повернуто вправо то затем голову повернули влево это произошло с 1908 года видите здесь это все 12 штук но вот соблазнилась на то что они стоили очень дешево по сравнению с другими надеюсь вам было интересно потому что это редкая возможность увидеть в одном месте множество вещей созданных в разных странах и эпохах здесь собираются продавцы коллекционеры собиратели старины из великобритании швеции германии дании италии франции и конечно же из москвы и санкт-петербурга а я с вами прощаюсь дорогие друзья пусть у вас все будет прекрасно раз два три большое спасибо а